Супилась сверху надпись, что запись началась? Да, идет запись звонка. Все, тогда поехали. Смотрите, не будем напрягаться, да, ничего какого-то, вот Света говорит, я боюсь там, да, что-нибудь не так сказать. Ну, а что ты боишься, собственно говоря? Ты все прекрасно знаешь, ничего выдумывать не надо, да, мы говорим о себе, о своих впечатлениях, о своих вообще, ну вот, то, что нам нужно, да, то, что мы ищем вот в сетевом, мы же за этим и пришли, нам выдумывать абсолютно ничего не надо. Мы, как говорится, никому лапшу на уши вешать не собираемся, собираемся сказать так, как есть. Да. То, что нас привело в сетевой, да, возможно, кому-то это тоже будет интересно. Вот. Поэтому не переживайте, что скажете что-то не то. Здесь, ну, невозможно сказать. Естественно, говорим как бы цивильными словами, да, грамотно вы и вежливо. А вот самый основной принцип, приоритет, и все. Вот. Поэтому сегодня сейчас мы с вами вот эти вопросы обсудим, люди нас послушают, особенно, ну, мы же на новичков это дело все как бы нацелены, да, потому что понятно, что сетевики, там люди прожженные, они уже и так знают, что сетевой это круто. Вот. Ни разу здесь не были, ну, чтобы вот понять, хотя бы первые примеры. Я сегодня, кстати, написала там статью «10 причин, почему люди выбирают сетевой». Вот, после звонка можете, там, почитать, там, посмотреть, если интересно. Поэтому сегодня мы с вами поднимем несколько вопросов. И первый вопрос, который бы вот я хотела сегодня поднять, и на который каждый из нас скажет свое собственное мнение, да, это почему люди при… вот в мире существует огромное количество видов доходов. Почему вот люди приходят в сетевой? То есть давайте вот как бы, ну, объясним простыми словами, почему люди идут в сетевой. Сегодня мы скажем о плюсах и о минусах, потому что в сетевом тоже есть минусы. Вот давайте начнем с плюсов. Так, Света, ты первая, начинай. Ну, почему люди идут в сетевой? Ну, и я думаю, в первую очередь, наверное, они идут за деньгами для развития, чтобы развиваться, наверное. Вот, наверное, вот это вот самое главное для меня, по крайней мере. Я просто вижу, тут деньги, поэтому я сюда пришла. Ну, вот смотри, какие плюсы лично для тебя есть в сетевом? Саморазвитие, деньги, финансовая независимость. Вот, наверное, вот это. А минусы какие? А минусы? Я вот о минусах не вижу, если честно. А вот они есть. И люди должны знать, что они здесь есть. Люда, у тебя есть что добавить? Ну, наверное, минусы в чем? Не поработаешь тут, не заработаешь денег, и не будет саморазвития, или не будешь сюда заглядывать вообще, или так-сяк, как бы, а как, зашла, не зашла. Думаю, а сегодня поработаю, завтра не поработаю. В этом есть, наверное, и минусы. Да, я тоже свои три копейки вставлю. Смотрите, плюсов здесь много, на самом деле, да? Да. Естественно, каждый находит свой какой-то плюс. Вот смотрите, я сейчас расскажу свою историю, почему вот я искала именно такой доход, а вы вспоминайте свою историю, например. Вот смотрите, у меня это было еще, я не знаю, в 90-х годах, наверное, я только вышла из декрета и устроилась на работу. И вот, значит, у меня рабочий день длится там до обеда, да, на обед я ходила домой. И вот как-то раз я пришла домой, пообедала, все, и у меня еще оставалось время, и я такая на диванчик прилегла и уснула, потому что, ну, блин, рано же встаем, да, на работу. И я тупо уснула, естественно, я опоздала на работу. Мне дали встык, когда я уже прибежала, запытавшись. И тогда я поняла, что, в принципе, на работу неплохо ходить, да, но было бы круто, если бы я дома работала. Вот еще тогда, у меня, наверное, лет, наверное, сколько? Года 23 мне было. Тогда вот уже я задумалась о том, что не хочу на работу ходить. Там есть деньги, там есть развитие. Но это как бы не мое, как вот люди говорят про сетевое, да, не мое. Вот так же я могу сказать про работу. Это не мое, потому что за свою жизнь я отработала во многих местах. Я думаю, что и Света тоже работала, много мест сменила. Люда, ну, я надеюсь, ты немного, да, еще сменила? Ты вот еще порой в мире молодая совсем. Да, ну, в основном я как по заработкам ездила. Вот, видишь. Ну, тоже, считаю, сменила, как говорится, много мест работы. Поэтому у меня так же было. У меня дети были маленькие, вот надо было куда-то пристроиться, чтобы дети рядышком были и удобно. И вот так вот я работала, но у меня всегда была мечта найти какой-то такой доход, который вот из дома, прямо из дома. И вот, в принципе, вот так вот судьба мне и подвернула этот случай. А у вас как было это? У меня так очень просто было. Я, во-первых, я в 2013 году просто, ну, увидела, что вот кидает какую-то рекламу. Вот. Я тогда уже, ну, худеть как бы начала, да, и вот мне попалась компания такая, ну, не буду называть компанию, вот, вот, и, ну, связана с похудением, да. И мне вот она была близка как бы по духу тогда, вот, и познакомилась с девочками там замечательными. И пошла вот в эту компанию работать. А до этого присматривалось тоже вот, ну, приглашение, вот это вот, спамы вот эти все в личку тоже шли. Вот, смотрела. И вот попалась просто компания. И я в нее как бы пошла, в самую первую мою компанию. Ну, то есть это получается, ты выбрала компанию, тебе хотелось образ. Да, 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 да. Вот, скорее всего, вот по этому, да. Угу, понятно. Люда, у тебя что? У меня в семнадцатом году, и у меня тоже попалась компания Армель. Девушка была из российского города, и я наблюдала парфюмерия, все, у нее там папочка такая красивая, все, что-то эти посты выставляет. И потом я заинтересовалась тем, что думаю, ну, куплю я эту папочку, буду ходить там-там-там-там, и пойду. На тот момент, конечно, я тоже была, как и ты, Маргарита, в декрете. Думаю, ребеночек маленький, ну и куда я с этой папочкой пойду? И на тот момент это все отложилось. И потом я захожу к ней на страницу, и она куда-то пропадает. Одна страница, вторая. Просто не знаю, куда она делась. А второй момент, второй тоже был момент такой. Женщина зашла ко мне на страницу, кидала посты, и тоже какая-то компания. И я думаю, там площадки тоже, семь площадок вроде. И как-то, ну, не получилось второй раз. И вот я здесь, третий раз, моя мечта осуществилась. Ну, значит, смотрите, вот мы здесь, в принципе, каждый по разным причинам, да, вот зашли в сетевую. Я искала работу дома, я интроверт, мне надо в скоробе своей, да, как бы удобнее. Ты-то искала, там, допустим, образ свой, ты искала подработку, Люда. Вот, и мы каждый здесь нашли свое. И вот о плюсах, вот еще раз давайте мы скажем, какие плюсы. И плюс. Спасибо.